Мы рады вас приветствовать на христианском телеканале «Импакт». Мы говорим о творчестве, о жизни в эфире программы «Влияние». И я рад представить гостя нашего эфира. Это Вадим Ятковский. Приветствую тебя, дорогой брат. Приветствую. Слава Господу. Друзья, краткая визитка. Вадим Ятковский, автор, исполнитель, композитор, уже успел записать 21 авторских музыкальных альбомов. Служитель церкви «Благодать» в городе Марина Горка в Белоруссии. Педагог музыки в образовательной школе. Жена, супругу зовут Алла, у их пятеро детей и уже четверо внуков. А также восемь приемных детей. Все это для меня только вызывает слова восхищения. Вадим, разреши, чтобы ты взял гитару. И мы хотим услышать первый псалом, который ты поприветствуй всех наших уважаемых телезрителей. Да, друзья, приветствую вас. Любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Все, что Геннадий перечислил, вы знаете, это сделал Господь в моей жизни. И я благодарю моего Господа за эту прекрасную судьбу во Христе Иисусе. Каждый человек, который верует в Господа, его судьба действительно уникальна. И она полна благословения, света и добрых свидетельств. Поэтому сегодня я хочу пожелать вам мира. В это сложное время, знаете, когда вокруг штормит мир везде. И пусть мир Божий, который превыше всякого ума, этот Божий шалом, он будет в ваших сердцах, он будет в ваших домах, он будет на ваших детях и в Божьей Церкви. И поэтому первую песню я хочу спеть шалом. Я думаю, вы многие знаете ее, так что вы можете подпевать вместе со мной и радоваться перед Господом. Да благословит Господь! Шалом мои друзья, храни Господь ваш дом, пусть сердце к вам войдет шалом. И хоть не прост порой тот мир, где мы живем, пусть окружает наш шалом. Шалом! И хоть не прост порой тот мир, где мы живем, пусть окружает наш шалом. Шалом! Открыто сердце дверь, живет Дух Божий в нем и наполняет наш шалом. Шалом! Улыбками сиять давайте день за днем приносит радость нам шалом. Шалом! Шалом! Улыбками сиять давайте день за днем приносит радость нам шалом. Шалом! На-на-най, на-на-на-на-най, на-на-на-на-най! Шалом! Слава Господу! Слава, дорогие друзья, для вас, вашим домам, вашим семьям. Для вас сегодня вживую Вадим Ятковский. Слава Господу Иисусу! Спасибо огромное. Вадим, первый вопрос, который хочу тебе задать. Расскажи, пожалуйста, в какой семье ты родился? Ну, родился я в семье достаточно приличной. У меня не было никаких там родителей таких явных грехов. Мама была у меня... Сначала она пела в оперном театре, а потом она всю жизнь была, сколько я ее помню, и была директором Дома культуры местного, где мы жили в городе Марьяногорка, где продолжаем жить сейчас. Папа был инженер-энергетик в городе, и, конечно, они уже на пенсии. И, честно говоря, они меня немножко списали со счетов, потому что, когда у меня было молодое это время, когда у всех ребят молодых и девчат... Кстати, сколько у вас деток было в семье? Двое. Я и сестра моя родная, да. И, ну, как бы я начал пошел с ребятами танцы играть, там это самое, поскольку музыкой всегда занимался, да. А вот, ну, худые сообщества, мы знаем, разращают добрые нравы, и меня там научили грехам и всем остальному. Подожди, ты быстро так все рассказываешь, но ты родился в той семье, где мама была директор Дома культуры. Еще она пела. Да. Слушай, ты родился в музыкальной классной семье. Ну, правда, да. А вот первые шаги, вот учеба, полюбил музыку. Как случилось? Что произошло в твоей жизни? Ну, это я так понимаю, что вот как написано, что Бог дал дары человекам, да. И этот дар есть, и он, как правило, всегда даже с детства начинает влечь человека в определенном направлении. То есть это не гены, это дары? Это дары. Это дары. Ну, безусловно, генетика тоже работает, но это чуть позже, да. Но и мама, она делала мудро, хоть она не была верующим человеком, она брала классическую музыку и ставила мне пластинки с классической музыкой. То есть Вагнер, Шопент, Лизт, Бетховен, Моцарт и так далее. То есть основание было очень хорошим, потому что я считаю, и это считается классикой вообще, мировой классикой, и большинство классических произведений, они приходят с неба. То есть она действительно звучит божественно. Она умиротворяет, возьмем Баха того же, да, какие у него произведения, и его вдохновлял Господь. И многих композиторов, кстати. Просто мы не совсем хорошо знаем историю, и это считается наследием мировым, да. Вот, поэтому на этом я воспитывался. Ну и дальше, вот как я рассказал, ребята танцы там пригласили играть. Ну это получается, ты уже был учеником в школе, и ты уже начал играть. Да, да. Это гитара, фортепиано, что это? Нет, сначала фортепиано было, пришел в школу, они, ну как бы интересно сразу детям, знаешь, а потом пацаны играют в футбол, ну куда там, какой там фортепиано, хочется мячик погонять с ребятами, знаешь. А еще образовательно, надо идти уроки делать, и здесь надо заниматься. Ну я говорю, где-то года два, наверное, с половиной, мне было это интересно, да. Кто заметил в тебе вот этот дар? Например, мама, ты сам, или кто-то повлиял на тебя. В чего ты начал петь и играть? Да, но понимаешь, тут, конечно, мама повлияла, однозначно, потому что она сеяла. Вот мы, как христиане, мы должны сеять в наших детей. Вот согласно тому, наверное, предназначению, которое есть у ребенка. Безусловно, в начале это Евангелие Иисуса Христа. Да, ну и не в начале, но вечно, да. Но просто когда ты сеешь Евангелие, Бог открывает то, к чему ребенок твой призван. Ты видишь уже по его дарам, по его наклонностям, куда он больше расположен на его сердце. И важно в этом направлении его просто развивать. Не распыляться, знаешь, туда-сюда. Хорошо. Вот. Значит, все-таки от первого учителя это была мама, она имела музыкальное образование, естественно, она тебя привилвала. Дальше идет школа, где ты начинаешь играть уже с подростками, уже первые такие шаги. Но следующий этап твоей жизни для меня очень шокирующий в том, что 11 лет жизни ты служил в армии. Как это реально 11 лет остаться в армии? Что случилось с тобой? Ну, получилось так, что мой друг, тогда афганская война была, если вы знаете, наших ребят, кто жил в Советском Союзе, забирали в Афган. Мы были молодые ребята. Ну, я уже говорю, я играл танцы и все такое. Свадьбы мы играли. И, конечно, там уже грехи были. И родители меня сказали, ты балбес, с тебя толку никакого не будет. Отправляем тебя в армию. Нет, они просто такое было отношение, и оно меня подвигло к тому, чтобы, ну, уйти в армию. Ты понимаешь, да? Вот. Они сделали ставки все на сестру. Они выучили ее, она закончила университет, она педагог и все такое. Но, что интересно, что мой друг, с которым мы, ну, играли танцы, скажем так, он постарше меня, и чтобы не пойти туда, в Афган, воевать, он пошел в местную дивизию. Здесь у нас стояла большая танковая дивизия в оркестр. Вот. Его взяли в оркестр. Он говорит, слушай, через месяц увольняй его, отпускают. Он говорит, слушай, тут есть оркестр, говорит, это самое. Давай, если хочешь, я с дирижером поговорю, тебя возьму. И мне так было интересно. Я говорю, ну, прикольно, оркестр. А он в форме делал, знаешь, так это же красиво тогда вот все. Я говорю, ну, давай, Женя, это самое. И, короче, я пришел на прослушивание. Меня прослушали, взяли в оркестр. И я был три года воспитанником в оркестре. Потом заканчивал там школу вот эту вечернюю. Потом два года срочной службы. И потом, получается, где-то лет восемь срочной службы у меня было. Контракт. Контракт, да. Но я был сначала, играл на тромбоне в оркестре. В духовом, да, в военном. Все там как надо. Потом в конце службы моей, ну, как бы срочной службы, меня заметили, то есть я эстрадную музыку начал тоже развивать. И меня заметили. Это в армии началось. Это в армии, да. И они мне предложили, оставайся на контракт, и ты будешь начальником ансамбля дивизии большой. То есть вот. Ну, там же он офицеров пели, все такое. Они больше даже это, можно сказать, двигали, да. То есть 11 лет службы в армии. Это было музыкальное служение. Музыкальное служение. Никакого оружия, никаких вещей. Я так рад, что я не брал оружие в руки, правда. Бог сохранил от этих вещей. Слушай, и рождается в этот период очень известная песня. Да. Как она называется? Вечно живи, моя Беларусь. Какая красивая. То есть, и что, какой песней она стала? Она сейчас стала, ну, она уже давно стала гимном христиан Белоруссии. То есть во многих местах ее поют, ну, в церквях, но не только в церквях ее поют, на светских сценах и так далее. То есть я даже не думал, что такая судьба будет у песни. Но тоже вот интересно можно подумать, а как же вот ты был неверующим, и Бог тебе такую песню дал. Она же такая о Господе, да. А молитва, молитва, сама песня молитва, да. Но опять же скажу, что эти дары дал Бог. Куда мы их распространяем, это уже наши. Ну, Бог дал это в нашу власть, да. И это, как для меня пророческие вещи. Понимаешь, есть песни. Допустим, первая песня у меня была, которую мы спели так вот, группой. Она называлась, она по сей день, она мощная, она вот, ну, она с неба тоже пришла. И это было пророческое слово для меня. Песня называлась так. Ты живи, чтобы не было обидно за года ушедших в пустоту. Жизнь твоя пусть будет чашей полной любви без горя и греха. Вот такие вот слова были. Ну, греха там не было, там я уже сейчас корректировал. Но суть, направление, вектор, чтобы ты не бесцельно жил эти годы, которые я тебе дал на земле. Вот это послание, оно просто. Это я через годы, Гена только понял. И эту песню мы в советское время взяли первое место на областном конкурсе. Представляешь, патриотическая песня. Тогда же Советский Союз, коммунисты и все остальное. Вот тогда уже, тогда уже оценили тексты твоих песен. Да, да, да. У тебя очень сильные тексты, поэтому я не удивлюсь, что жюри услышало это и сделали правильный выбор. Да, да, это интересно. У нас много вопросов. Я буду спешить, но я искренне благодарю за то, что ты так много хочешь рассказать. Слава Богу. 37 лет семейной жизни. А как ты встретил Аллочку? Ой, это было удивительно. Тоже в оркестре, кстати. Она музыкант? Нет. Она просто училась в Минске. И их как мальчишек и девчонок, когда были вот эти, помнишь, парады. На Украине у вас тоже там было, как у нас в Беларуси, да? Там делали те парады. На 9 мая, помню, 1 мая, да? Там на 7 ноября. Ну вот мы как раз на майские праздники с ней познакомились, скажем. Вернее, я ее немножко знал там до этого. Ну там я с подружкой другой ее подружкой дружил, ну скажем так. Все узнал за нее? Да, да. Ну мы просто были знакомыми. И вот их там прислали, короче, чтобы они махали флажками на стадионе, а мы как оркестр играли. И знаешь, такие вот делали, ну шоу, знаешь, да, там Слава КПСС, там все такое советское. Чтобы улучшение повторять. Да, да. Не, ну я про то, как это было, чтобы, знаешь, так. И вот там мы с ней, ну как бы встретились, увиделись. Это был такой вот поворотный момент в моей жизни. И обратно мы ехали на электричке уже домой, ну в Марину Горку. И они тоже ехали на этой же электричке. То есть мы там пообщались. Ну и, короче, у нас отношения там закрутились. И вот с того момента, уже 37 лет, мы вместе. И что интересно, что вот когда люди встречаются, у них первая любовь, все такое, а потом как бы идет такое охлаждение, да? Ну как бы отношения. Кстати, вот я хочу следующий вопрос, ты уже одновременно сразу хочешь на все вопросы ответить. Ну да, да, а время мало. Я общался с тобой, и ты говоришь, что ты счастливый человек в браке. Вот почему ты счастливый? Что у вас такое, о котором ты хочешь рассказать и поделиться? Но это на самом деле, это Христос. Потому что Бог есть любовь. И вот эти отношения, которые у нас сейчас между друг другом, это не сравнить с теми отношениями, которые, как называют, первая любовь, там вот эти все дела, да? Ну вы покаялись где-то через два года после брака, то есть вы поженились, через два года покаялись? Да, да, примерно да. И вот тогда Христос, да? Да, да, да. Потому что, ну у нас, ну как, ну были такие отношения, ну мы как все грешники, жили как все, ну короче говоря. Тем более я начальник ансамбля был, знаешь, все мероприятия в городе, это праздник милиции, я в милиции играл. Все высшие эти начальства и все остальное, я был лучшим музыкантом в городе. И у нас коллектив мой, ансамбль. С чего ты решил, что ты был лучшим музыкантом? А они потому, что всегда нас приглашали, туда никто не попадал на эти высшие мероприятия. Там особистых приглашали. Ну а поскольку я еще и военный человек, то есть у меня команда, там все, мы ездили, мы играли вот эти все мероприятия. Вот. А потом в конце службы моей как раз вот пришел ко мне друг мой, наркоман, ну вот бывший наркоман уже. И он рассказал мне об Иисусе Христе. И я удивился, что у него речь стала связной, потому что он говорил очень трудно, у него уже там немножко атрофировались, я так понимаю, и речи, и все остальное. Вот. И он говорил нормально, меня это удивило. Он сказал, Иисус любит тебя. Ну знаешь, я служил при политоделе части, а политодел части это, ну, самый оплот коммунистического вот этого, как сказать, пропаганды, да, как сказать можно. Вот. И я сказал, Андрюха, здорово, что Бог тебя спас, но в секту в твою я не пойду. Заранее предупредил. Да, да, заранее, да. Хотя я понимал, что Бог меня касался, да. Ну, слава Богу, я хочу сказать тем, которые, возможно, молятся за своих неверующих друзей, и у вас первого раза, может быть, не получилось Евангелие донести ему, ты ему говоришь, а он как-то так отвергнул. Всегда молитесь, верьте, просто посвящайте эту душу Господу и молитесь, и Бог даст вам ключики, чтобы открыть его сердце. И вот Андрей этот молился за меня, и через месяц он ко мне пришел и сказал, Вадим, у нас в церкви есть синтезатор, Ямаха. Вот, это 93-й год был, да. Вот, а синтезатор Ямаха в то время это космический корабль, короче, понимаешь. Ты решил, приду обязательно. Сразу, я купился без разговоров. Все, Андрей, говорю, когда служение, я говорю, я приду. Да ради инструмента я пришел. Понимаешь, у Бога много ключей, у Бога много путей, чтобы привести людей к Господу. Поэтому, верьте, молитесь, и Бог вам даст ключи. Ну, как, как быстро ты покаялся? Я, вообще, ты знаешь, когда я приходил на собрание, мы пели песни со сборника, песни о зарождении, ты знаешь прекрасно эти песни. И я помню, первый раз мы начали петь с Андреем, он на гитаре играл, а я на клавишах. И это самое. Вот не зря он своего друга привел, ему же и клавишник нужен, и группа нужна. А когда-то, в детстве, еще до этого, я учил его играть на гитаре. Это тоже интересно. Ну, нет времени это все рассказать. Красиво как. Да, да, вот так оно все переплетено. Понимаешь, случайных людей нет в нашей жизни. Вот это я понял, это я увидел через жизнь уже, что все не случайно. Поэтому ко всяким обстоятельствам, ко всякому человеку, который приходит в твою жизнь, нельзя легкомысленно относиться. Я много ошибок таких делал, правда. Я думаю, многие из нас делали много таких ошибок. Потому что все допускается Господом. Ничего случайного не бывает. Поэтому каждое мгновение, каждую встречу цените как дар Божий, чтобы Бог прославился в этом. Вот, во имя Иисуса Христа. Скажи, пожалуйста, то есть ты рассказала, что ты уже был женат, но когда ты пришел к Господу, у тебя еще больше любовь растяло к супруге. Что вот, почему вы счастливая пара? Потому что, ну, это что же не сразу было. Мы возрастали, и сейчас вот это отношение любви, Божьей любви, потому что мы прошли многое. Очень много мы прошли в жизни нашей, да? Ну, и как многие семейные пары, наверное, христианские, да? И было так много того, что разъединяет, но есть тот, который объединяет, это Христос. И важно, если я пребываю во Христе, понимаешь, нету такого, делай так, 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 и у тебя все будет классно. Но, люби Господа, служи Господу, поклоняйся Ему. И он, вот это клей, который нас скрепляет, понимаешь? То есть оно по-человечески такого, можно сказать, не бывает, да? Но вот Божья любовь, она объединяет. Тем более, когда у нас родились, вот вторая партия деток наших, да, у меня было двое сначала. Так, не спеши. Да. Дойдем. Дойдем. Скажи, пожалуйста, в семейной жизни, я знаю, очень большую роль играет прощение. То есть мы должны понимать, что мы будем слишком суровы, слишком строги к друг другу. Умей прощать. Почему ты написал эту песню, я хочу, чтобы ты ее даже спел. Да, да, да. Ну, это отдельная история, чуть-чуть. У меня сын мой третий, вот сын исцеления как раз. У нас было двое, Бог исцелил мою жену Аллу. Помнишь, мы в прошлый раз с тобой говорили лет там 15 назад об этом? 10 точно. Да, да. Вот, и вот я говорил это свидетельство, что у нее было предрак, и мы молились, и Бог сказал, она, вернее, дала обет Богу и сказала так. Если, поэтому, сестры, хочу вас вдохновить, и, братья, если у вас какая-то ситуация, и Бог вам что-то говорит, что вы сделали неправильно, во-первых, нужно раскаяться, а во-вторых, нужно исправить то, что вы сделали неправильно, что сделала моя жена, я получил для себя очень большое откровение. Она раскаялась, что у нас были аборты, по-моему, сказала, что вы убили тех детей, которых я вам давал. Но она не просто покаялась, признала свою вину, это только половина покаяния. А достойный плод покаяния состоит в том, чтобы исправить то, что было неправильно. И она сказала, Господи, если ты меня исцелишь, я рожу тебя помазанников. Как красиво. И вот так у нас Давид, Влад и Эрик, они на заре и Господне, они знают, что они посвящены Господу. Это их судьба, другой судьбы у них нет. И это очень мощно, понимаешь, когда оно, даешь ты обет Богу, этот обет является верою твоею, да, которое посвящение, и это посвящение совершает удивительную силу Божью, и ты исцеляешься, и ты освобождаешься от того, что обременяло тебя. Так произошло в нашей жизни. Мы родили Давида, причем родили его в Москве, когда я служил там пастором прославления, пять лет. Потом мы родили там Влада в Москве, а потом мы думали, что у нас уже все, ну как бы, уже больше не будет деток. И потом здесь вот, в солнечной Калифорнии, мы забеременели, там сколько-то лет прошло, не помню, лет пять, наверное, вот, здесь. И родили Эрика, это наш пятый сын, вот, и они все благословенные. Жена родила его, кстати, в 42 года. Отлично. Чему мы очень рады, мы благодарны за сыновей, которых Бог дал нас. И, но самое важное, когда ты видишь, когда они, знаешь, вот они, и они не из-под палки как бы идут к Богу, да, а они живут жизнью благовестия, потому что мы живем такой жизнью. Мы служим, и девиз нашего дома, я хочу пожелать всем братьям и сестрам, чтобы это был девиз вашего дома, девиз вашей веры. Это я и дом мой, мы будем служить Господу. То есть посвящайте не только себя, но своих деток на служение, и на самом деле служите. Аминь. Умей прощать, спой, пожалуйста. Да, и я хотел бы сказать немножко об этой песне. И вот мой сын Давид, о котором я сейчас рассказывал. Это была предыстория такая. Да, 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 сори, ну чтобы понимали, как оно было все, это все имеет значение, да. И он учился в колледже, им по литературе не проходили Бориса Пастернака. Вот, и сказали, любое стихотворение возьмите, выучите, и таким образом сдадите зачет. Ну, Давид у меня музыкальный тоже, песни пишет, то есть, ну, папу, да. Хорошо. Вот, и он пришел, папа, какое стихотворение, смотри, какое я нашел. Здесь о Христе, он, наверное, был христианином. Мы читаем с Давидом это стихотворение, и на нас ходит Дух Святой. И он говорит, давай напишем песню. И мы помолились, и у нас на молитвах, мы служим на молитвах, когда я играю на молитвах, иногда приходят мелодии, которые не мои мозги делают, которые приходят просто с неба. И дети у меня уже научены, они на телефон сразу фиксируют то, что приходят с неба. И у меня в архив есть это, и когда мы помолились, была вот эта дата, 28-го, 02-го, 20-го. Это была молитва, и эта мелодия легла абсолютно на эти слова. Это не было рукотворным, это то пришло, что с неба. Я хочу, друзья, пожелать вам в нашей жизни, братья и сестры, есть хлеб с небес, и это Иисус Христос. Это Иисус Христос, который приходит и дает хлеб своим детям. Именно так эта песня была рождена. Там не было человеческого участия. Я уверен, что сам Борис Пастернак, кстати, он наш брат во Христе, да, он также получил эти слова от Господа. И это тот хлеб, который действительно тебя насыщает. В сегодняшнем христианстве очень много фастфуд. И фастфуд это no good, да, это плохо для здоровья духовного, да. Аминь, да. Поэтому важно питаться хорошим духовным хлебом, который действительно приходит с небес. Спасибо. Вадим, я удивляюсь, бери гитару, пожалуйста. Да, да. Ты при любой возможности начинаешь проповедовать. Вот это ж так ты любишь Господа. Да, но Бог дает, да, по словам ему. Любая тема ты переводишь на проповедь. Это шикарно. Слава Богу. Пожалуйста, я хочу... О, я же должен ее включить, поэтому у нас еще есть фонограмма, друзья. Пусть Бог благословит. Да. Иди без колебаний встан прощающий, пока горит голгофская заря. Учись прощать, когда душа обижена, и сердце словно чаша горьких слез. И кажется, что доброта вся выжена, ты вспомни, как прощал людей Христос. Умей прощать, прощенье это сила. А месть бессилья признак роковой, и камни непрощения с собой в могилу. Мой друг и брат, не уносись с собой. Учись прощать, естественно, как дышишь. Как воду пьешь и ешь насущный хлеб. Ведь Бог тогда твои молитвы слышит, Когда в тебе горит прощенье свет. Умей прощать, прощать не только словом, Но всей душой, всей сущностью своей. Прощенье рождается любовью. В боениях молитвенных ночей. Умей прощать, прощенье это сила. А месть бессилья признак роковой, И камни непрощения с собой в могилу. Мой друг и брат, не уносись с собой. Учись прощать, в прощенье радость скрыта. Великодушье лечит, как бальзам. Кровь на кресте за всех была пролита. Умей прощать, чтоб ты прощен был сам. Умей прощать, чтоб ты прощен был сам. И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. Друзья, сегодня у нас автор, исполнитель и композитор из Белоруссии Вадим Ятковский. Я уже с радостью. Не только ты спешишь, фонограммы твои спешат. Сори. Ну, это же я включаю. Расскажи, пожалуйста, о следующем периоде в вашем жизни. Имея пять родных деток, Вы принимаете в свою семью еще восемь сирот. Вот это пять девочек и три мальчика. Это что такое должно было случиться в жизни человека, Чтобы вы пошли на это? Хотя ты уже намекнул заранее, Что были моменты, за которые вы раскаялись, Попросили прощения. И все-таки тот период в жизни, Когда вы взяли еще восемь деток в вашу семью. Ну, не сразу восемь было, Сразу вдвое было. Но вообще мы с женой много ездили, Служили нашей жизни. Это благовестие. То есть мы жили от благовестия многие годы. Сейчас очень трудно, конечно, у нас с этим делом. Но, тем не менее, мы продолжаем делать тому, К чему мы призваны. Но мы видели семьи, которые брали детей, И мы видели проблемы в этих семьях, Как трудно им и какое-то на самом деле время. Кстати, первая реакция была негативная? Да, как раз негативная. И, понимаешь, это же ответственность, Это души людей. Мы понимали, что это серьезно очень. И у нас такая, как у всех нас, в принципе, Мысли такие, Дай бог своих воспитать, понимаешь, пятерых. Чтобы еще кого-то брать, дай бог своих воспитать. Но, как это произошло? Моя жена отпустила своих детей, Когда уже построили дом, О котором мы в прошлый раз свидетельствовали, По президентской программе в Республике Беларусь. Она отправила детей в школу, И сидела просто, Как-то размышляла молитвенно, Так и бог ей начал говорить. Он сказал, Я хочу, чтобы вы в этот дом взяли деток приемных. И она ко мне приходит с такими глазами, Говорит, Вадим, бог мне проговорил, Чтобы мы взяли детей. И у нас такая есть принцип в доме, Я хочу передать это всем братьям и сестрам. Всегда молитесь вместе. Если бог кому-то из вас говорит, Беритесь за руки, И просто молитесь такой простой молитвой. Господи, если это дело от тебя, Пусть оно состоится. Аминь. Если оно не от тебя, Да будет разрушено во имя Иисуса Христа. Все просто. И мы помолились, И на следующий день жена пошла в магазин, За покупками, как это бывает обычно. У нас дом, кстати, стоит на окраине города, В самом конце города. И встречает она учительницу из школы, Где дети учились. И эта учительница, Аллочка, какие вы молодцы, Какой вы красивый дом построили. Еду на работу и всегда восхищаюсь. Моя Алла говорит, А куда вы ездите? Вы же в школе работали, в городе. А мы же на окраине живем. А я в приюте работаю. А у нас есть две хорошие девочки. Вы бы не хотели их взять? То есть это было генознамение, понимаешь? Потом через неделю, наверное, Мы встречаем одну сестру с церкви. Слушайте, она же тоже знала, Что за семья? Куда она девочек предлагает? Ну, наверное, да. Дальше. Дальше. Встречаем сестру одну с нашей церкви, Где-то через неделю. И она говорит, А, мы в церкви встретили, В нашей церкви на служение, На следующее воскресенье. Она говорит, Слушай, Алла, Слышала, что вы где-то хотите взять? Она говорит, Оля, откуда ты знаешь? А она говорит, А я директор этого приюта. Мы даже не знали, Что это сестра, Она директор приюта этого. Ну все, это второе знамение. Короче, было три знамения, Я уже третье не помню. И через месяц эти девочки были уже у нас. Какой возраст? Было пять лет, И, по-моему, семь лет Кате было. То есть, они две сестры родные. А вот такие маленькие. Ну, ты знаешь, у меня все мальчишки, да? И я всегда хотел девочку, Гена. Я молился, Господи, дай мне хоть одну девчонку. Это мужское царство немножко хочется, Ну, нежности такой, знаешь, Да в доме. Понимаешь, о чем я говорю. Поэтому, И Бог мне сказал, Я знаю, кого лучше тебе давать. И я тебе дал семя. То есть, сыновья, это семя праведника, понимаешь, да? Это что, стрелы в руке сильного, да? Все они попадут в десятку, да? Но дальше написано еще такое есть место, Что Бог исполняет желания боящихся его, да? Вот, и утешайся Господом, И Он что исполнит? Все желания сердца твоего. И вот так и произошло. Место, короче, Одной девочке, Дочери, Он сразу дал две, А сейчас у меня их пятеро. Вот. И еще три мальчика. Я благодушенствую, да? И вот это начало развиваться. Конечно, были сложности вначале, там все. Ну, давай так скажем, Все-таки дети с неблагополучных семей. Да. У некоторых еще родители живы, Но лишили всех прав, А некоторые круглые сироты. Учитывая их, с каких семей, Учитывая их гены, Да. Насколько сложно воспитывать таких деток? Без Бога это невозможно. Я сразу говорю. То есть, они все равно уйдут в такие проблемы, Как и родители. Геннадий, смотри, 28 глава автора закону, Которую Бог дал в начале этого всего, Мы знаем, это благословение и проклятие. В Писании четко говорится, Что нелюбящим Господа до третьего, четвертого колена, Что написано? Проклятие. Все. Это Божье определение. А благословение до тысячного рода. Так вот, понимаешь, Когда ты их берешь, Ты берешь проклятие в свою жизнь. Ну, по простым, простыми словами. Я сейчас объясню, да. Если без Христа, я еще раз говорю. Ну, они пришли с проклятием. Да, потому что у них генетически это заложено. В 28 главе об этом написано. Понимаешь? И когда ты это осознаешь, это страшно. Но когда это дает Бог, Он дает благодать для этого. И проклятие снимается Христом. Почему я говорю, без Христа Ты этого никогда не сделаешь. Какой бы ты хороший не был, Какой бы там Макаренко ты не был, Знаешь, ты не воспитаешь детей. Потому что это духовные вещи. И эти духовные вещи, эти узлы Развязываются только Христом, Который на Голгофе все это разрушил. Понимаешь? И вот эти места Писания Входили в этих детей. И именно они их преображали. Понимаешь? И, конечно, поклонение в нашем доме. У нас постоянно репетиции. Мы поклоняемся, мы служим вместе с детьми. Не всегда так было. Но желание было такое в сердце. И я вижу, когда они входят в общение со Христом, Когда они не только слушают Слово Божие, Но они и участвуют в Слове Божьем. То есть воспитывая Господа, Они преображаются. Сам Христос их преображает. Скажи, пожалуйста, я вижу видео, Потому что я подписан на твой YouTube канал. Ты служишь не только с родными, с детьми, Но и с приемными. Для меня это такое восхищение, Что вы не только этим детям дали, как говорится, И комнату, и покормили, Но вы им самое главное рассказали о Боге. Да. Как в наше сложное время воспитывать детей, Чтобы они были христианами, А тем более приемных детей. Да, да, да. Ты знаешь, очень интересный момент был, Когда вот эти первые девочки пришли, Мама их была очень против. Она ни в коем случае их мама и папа не называли. Они хотели нас называть, Потому что мы им явили любовь. Все-таки мама еще доступ имела к ним. Ну да, еще, да, было. Но это было первый раз. Это был первый, как говорится, Пока она не приезжала после того. Это уже 10,5 лет прошло. И очень интересно было. Вот через этих детей Бог проговорил. Гена, это потрясающе. Я такое откровение получил. И Катя старшей девочкой говорит, Ну, Алла говорит, Ну, вы можете не назвать нас папой и мамой. У вас же родные папа и мама. Ну, пускай они еще в грехе. И все такое. Но можете назвать тетю Аллу, дядю Вадим. И все такое. И они так, тетя Аллочка, дядя Вадим. Вот они так нас нежно называют. А Катя сказала так, Вы для нас крестные. И я понял, кто такие крестные. Те, которые приводят ко Христу. Понимаешь, Гена? Для меня было я до слез. И когда мы взяли этих деток, Через, наверное, месяц Мы гуляли возле дома с детьми. Вот так же прогуливались. И Дух Святой мне сказал это слово. Я просто, знаешь, меня накрыло. И сказано было так, Что я ввожу вас в благочестие. Я прибегаю домой, открываю Писание И читаю Иакова. Чистое и непорочное благочестие Перед Богом Отцом Есть то, чтобы презирать сирот и вдов В их скорбях И хранить себя неоскверненным от мира. И я понял, что даже не все христиане Входят в это благочестие. Но понимаешь, когда Бог дает тебе дело, Я хочу сказать всем, братья и сестры, То дело, которое Бог вам дает, Он дает благодать. Для этого дела. Он дает свою силу. Он дает свое споспешество. То есть, Он помогает тебе. Он не дал тебе, и все, делай как хочешь. Он дает, и я столько откровений получил, О воспитании детей. Потому что я увидел, что мы вообще неправильно воспитываем наших детей. Мы боимся, чтобы они не порезались. Мы удерживаем меч обоюдоострый для обрезания, Который предназначен только для одного. Слово Божие. Чтобы обрезать крайнюю плоть нашу. Потому что каждый человек грешен, да? И каждому это обрезание внутреннее сердца нужно. И в Писании написано так. Проклят всякий, кто удерживает меч его от крови. Ты представляешь? И вот эта кровь, то есть, это когда ты обрезает крайнюю плоть, Слово Божие, твоего сердца. Потому что Слово Божие, оно написано, судит помышление сердечное, да? То есть, оно судит, оно показывает, что ты неправильно. И когда ты раскаиваешься в этом, И выбрасываешь это из жизни, И берешь Божий стандарт, Слова Божьего, Ты созидаешься в Духе, Ты созидаешься в Истине. Так же, как Христос. Он был Словом, которое стало плотью, да? Так же происходит в нашей жизни. Это удивительная вещь. И столько откровений, Как они вот преображаются. Потому что от такого человека может преображать только Бог. Советы тем родителям, Которые хотели бы взять свою семью, Деток приемных, Учитывая, что у них уже свои есть. Дети могут не принять. Тем более проблемные семьи. Есть ли буквально в нескольких предложениях? Что бы ты посоветовал? Смотри. Первое, это должно быть от Господа. Друзья мои, все, что не от Господа. Пускай она выглядит классно. Многие пытались нам подражать, Но у них были проблемы, Потому что они взяли это, Ну как бы им понравилось, Их вдохновило это, Но слова от Господа они не получили. У нас был такой претендент, Приезжала семья, Спрашивали, как нам воспитывать детей? Вот этот вопрос. И оказалось, Когда мы начали молиться, Дух Святой открыл, Что они взяли без меня это. И поэтому они мучаются, Они страдают и все такое. Понимаешь? И вот эти все вещи. Поэтому, если тебе Бог не говорит, Не делай этого. То, что Он тебе говорит, то делай. Потому что у каждого свои дары, У каждого свое призвание, У каждого особый путь со Христом. Поэтому все делайте со Христом. Он есть пастырь наш. Аминь. И Он поведет вас, И Он проведет вас, И введет в ваше предназначение. У тебя шикарная есть песня, Храни Господь детей. Да. Можешь, пожалуйста, исполнить? Да, я хочу, чтобы эта песня стала песней вашей, Чтобы вы своих деток благословляли, И Бог сохранит нас всех. Аминь. Спасибо огромное. Друзья, с вами сегодня Вадим Ятковский из Белоруссии. Да. Отец пятерых деток родных, И еще восемь сирот. Они вместе с Аллочкой и супругой воспитывают такую большую семью, Но уже ваши детки взрослеют. Да. Уже у вас четверо внуков. Да, слава Богу. Двое сыновей женаты, да? Да, да, двое. Слава Богу. Давайте мы услышим этот псалом. Можете петь вместе с нами. Это песня-молитва. Да, да, да. Еще чуть-чуть. Молитву к Богу возношу, Храни детей моих, прошу. Синь ночи и средь бела дня, Храни, как ты хранишь меня. Сидни, вид тяни, я лихой, Что посылает жизнь ворой, Сердца их мужества и злей. Храни, Господь, наших детей. Храни, Господь, наших детей, Отцов молитва, матерей. Спаси их души, Сохрани, принадлежат тебе они. Храни, Господь, наших детей, Отцов молитва, матерей. Спаси их души, Сохрани, принадлежат тебе они. Среди черных, они реки, Стропы неверной уведи. Пошли им преданных друзей, Храни, Господь, наших детей. И ангелов пусть хоровод, Тропой любви детей ведет. Раскинь над ними небо синь, Храни, Господь, храни, аминь. Храни, Господь, наших детей, Отцов молитва, матерей. Спаси их души, Сохрани, принадлежат тебе они. Храни, Господь, наших детей, Отцов молитва, матерей. Спаси их души, Сохрани, принадлежат тебе они. Боже, спаси их души, Сохрани, спаси их души, Сохрани, спаси их души, Сохрани, спаси их души, Сохрани, храни, Господь, наших детей, Отцов молитва, матерей. Отцов молитва, матерей. Спаси их души, Сохрани, принадлежат тебе они. Храни, Господь, наших детей, Храни, Господь, наших детей, Храни, Господь, наших детей, Отцов молитва, матерей. Спаси их души, Сохрани, принадлежат тебе они. Сохрани, Твои они. Спасибо огромное. Слава Богу. Вадим, просто спокойно, невозможно тебе подпевать, потому что сразу же появляются слезы, и я вот признаюсь себе, Слава Богу. Что не так много в моей жизни было моментов, когда я подпевал какие-то песни, чтобы так накрывал Дух Святой, покрывал, что и плакал, молился и славил Господа. Спасибо тебе за это, за то, что в твоих песнях это происходило, и довольно часто. У меня 10 твоих альбомов. Слава Богу. А у тебя их 21 оказывается. Я просто восхищаюсь, что Господь тебе дает то слово, которое прямо для сердца, которое касается, изменяет, которое даже заставляет человека плакать и переосмыслить. Спасибо. Для меня это касается, я хочу поблагодарить и засвидетельствовать. Я один из многих. Гена, я хочу сказать, как это происходит. Понимаешь, каждый из нас может быть этим сосудом. Вопрос в том, что в нас нет ничего хорошего. Это первое, что мы должны объяснить, как люди. Потому что мы все грешные. Понимаешь? И если нет во мне Христа, то я могу только колоть, уязвлять и все такое. Понимаешь, да? Делать людям больно. У нас нет истины. Но что говорит Слово Божье? Чтобы мы очищали свои сосуды. И мы часто думаем, это просто грехи там убрать, и все нормально. Но это не только это. Первое, это наши амбиции. Это гордыня, которая от дьявола перешла на всех людей. Вот там в Эдемском саду познание добра и зла плотает, это все дальше. Поэтому очистив свой сосуд и предоставив его Господу, Бог туда нальет. Вот почему слезы. Вот почему касается. Я сам плачу под этой песней, потому что Дух Святой сходит. Потому что это истинный хлеб, я истинный хлеб сошедший с небес, понимаешь? И когда ты слушаешь, твоя душа, она тает, понимаешь, вот в этом присутствии Божьем. Потому что это его слова, потому что это его музыка. Это не то, что я сяду и сейчас песню напишу. У меня такого нету. Понимаешь? Когда-то я там пытался, когда-то в начале еще самом, но мне дано было. Вот есть такое слово, дано, понимаешь? И оно дает. И я радуюсь тому, что это достигает сердец. Понимаешь? Это Господь, который формирует нас, созидает нас, который нас и обличает, который нас и утешает, как пастырь добрый, понимаешь? И это все через это творчество духовное, которое Бог нам дает. Написано, всякий дар совершенный снисходит от Отца святов свыше. Вот именно эти дары должны двигаться в церкви, и они должны насыщать церковь, понимаешь? И церковь преобразится. Она имеет одни мысли, одни чувствования и одно сердце. Как во Христе Иисусе, понимаешь? Вот это единство, оно приходит через него, но через сосуды, которые Бог избирает. Понимаешь? Кстати, возьми гитару, ты прямо хочу, чтобы ты экспронт сейчас меня сыграл. Окей. Я знаю, что, ну, давай так, наши тексты в церкви иногда бывают, ну, давай так, скажем, наверное, из прошлого, наверное, какое-то переживание еще опять, опять о грешнике и опять так дальше. Да. Тексты песен, я знаю, что вот у тебя есть какой-то особенный дар, ты очень много пересекаешь тексты с Словом Божьим. Да. Вот расскажи этот секрет, и, конечно же, я хочу, чтобы ты мне спел песню к Ефесянам. Да, да, да. Здесь она такая приготовленная. Да. Расскажи об этом. Почему вот на основании Слова Божьего? Как Господь тебе это открыл? Ну, вот это где-то тоже лет десять назад пришло, и у меня все переформатировалось в голове. Хотя я смотрю назад, Бог первую песню, помнишь, это первая песня, которая у меня была Аллилуйя, там, это она какая? Аллилуйя, Аллилуйя, в тебе радость моя, ты со мной, я с тобой, да? Вот эта песня. Я просто не готовился. Ну, конечно, когда ты ее написал. Да, она это на восьмой псалом, то есть, Бог сразу мне давал песню, но я к этому невнимателен был, то есть, мне было классно, прикольное слово Божье звучит, но Бог вот сказал такие слова, что нету ничего выше моего слова. И сам Бог говорит, что он поставил слово свое превыше всякого имени своего. Понимаешь? И он говорит, я хочу, чтобы воспевали вы меня в слове моем, как это делал раб мой Давид. И мне это открылось. И я молюсь так, Господи, дай мне песни твоего слова. И вот одна из песен, которые сейчас, да, их у нас много на самом деле, вот, на сегодняшний день записано 28 песен по слову Божьему. Скажи, ну это же так сложно, нету рифмы, нету... Как вообще реально написать песню? А по-человечески это невозможно. В том-то и фишка, что оно приходит от Бога. И вот эти слова, которые сейчас я прочитаю, их невозможно спеть. Он прочитает? Да. Вот это Ефесянам 2 глава 4 стиха. Смотрите, так и звучит. Бог богат и милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям, обживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскрестил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призабельное богатство благодати, слава и благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, чтобы... не отдел, чтобы никто не хвалился. Ну и так далее, да? Слушай, если бы вот так просто ты выбирал бы, ты вряд ли бы выбрал это место. Никогда бы в жизни. А когда Господь говорит? Да. Ты понимаешь? И оно получается в таких местах, вот у меня последний альбом, но я позже об этом скажу, да? Он рождался вообще ночью. И у меня бывают часто такие вещи, когда... Да, ты наперед мне рассказывай, ты так спешишь. Да, да. Я понимаю почему, потому что когда я тебе показал, говорю, у меня сколько вопросов, ты говоришь, это мало одной передачи. Я понимаю, почему ты спешишь. Ну, чуть-чуть у нас время есть. Да, окей. И... И вот я ее услышал. Я просто услышал, как оно поется. И оно сразу... Я взял инструмент, и я сразу начал играть. Давай, что ты услышал. Мы хотим услышать. Бог богат и милостью По своей великой любви Он нас возлюбил, Милость нам явил, И нас мертвых по делам Преступлением своим Оживотворил Во Христе простил Он нас воскресил Небеса открыл Нам любовь свою подаил И сегодня мы Верой спасены Не по нашим делам Прощены Кровью Христа А мы Ты мы Благодатью спасены Через веру во Христа И не по делам Этот дар нам дан Чтоб никто из нас Не смог Похвалиться Перед Ним Но прославлен был Во всем Божий Сын Он нас воскресил Ну и так далее Спасибо огромное Слава Иисусу Христу На основании стиха из Библии Да Расскажи, пожалуйста, чуть больше о твоем служении Куда тебя приглашают Где ты участвуешь Ну может быть несколько слов всей семьей Потому что вы с детками ездите Да Где вы с детками ездите с семьей Ну много где мы ездим В Белоруссию Да, Белоруссия В России было время В России Было время в Украине В Украине было время до войны Когда еще мы могли посещать там служить И вот несколько лет назад наверное Ну как несколько Много уже лет лет Десять тоже назад Господь сказал Такое мне слово Что то что я тебе дал Ты должен идти и раздавать людям Вот он говорил о конференции прославления И было такое слово Не очень приятно звучащее Для многих Было такое слово Что жертвенники мои разрушили И кодят чужим богам И так идите и восстанавливайте Мои жертвенники Потому что современное К сожалению христианство Мы часто смотрим на ТВ Ну как сказать На интернет да Можно сказать И мы видим вот эту вот Ну как бы Как бы псевдосилу Апостол Павел четко говорит об этих вещах Они имеют вид благочестия Но силы Божьей То есть красивая картинка Да А сути нету Понимаешь А вот самое главное Чтобы являлась Божья сила И вот это слово Я два месяца назад получил Я готовлю это слово Чтобы искали лица Господа И силы Его Понимаешь Потому что царство Божье Внимание Даже не в слове Павел говорит Оно в силе Понимаешь И когда ты воспеваешь Бога от всего сердца В простоте И веселье сердца Это основное Чтобы ты был в простоте С открытым сердцем Воспевая Господа Вот тогда является Через тебя сила Божья Или ты проповедуешь Любое служение Которое ты делаешь Именно с открытым сердцем Как малое дитя Перед Отцом Небесным Понимаешь Вот тогда является Сила Бога Всемогущего Понимаешь Царство дьявола разрушается А Царство Божье созидается Вот удивительно Вот это понимаешь То есть ты теперь И спикер еще Ведешь конференцию Да и Бог сказал мне Хотя я не думал никогда Когда я вам свидетельствую Что я где-то там буду Ну мы много где проводили В разных местах И вот Удар Анатольевича Горобовенко Мы ездили Служили там Конференцию делали Вот мы дружим с этой церковью В Америку ты приезжаешь Делаешь семинары Ну в Америку давно Да но это и в 10 лет Я честно говоря сюда ехать не хотел 10 лет перерыв Ты хотел сказать Да 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 Потому что я имею там служение Я имею там семью Я имею там Ну дает мне Бог служение Чем заниматься Да Я знал что сюда лететь это тяжело Это Во-первых духовно Ну смотри Ну если духовно Давай с этого начнем что ли Да 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 Потому что ну есть Места которые Ну как скажем Такие моменты где надо Просто ну держать удар Понимаешь да И это тяжело То есть Ну мы когда вдвоем с женой В этот раз я один прилетел Потому что у нас рука Вот оно что Когда один прилетел Надо держать удар Ну и тогда надо было Но мы вдвоем Нам легче было Понимаешь она меня поддерживала Это очень важно Иисус всегда послал подвое Кстати вот признаюсь Вот перед эфиром Ты позвонил супруге Сказал что ее любишь И сказал чтоб молилась За тебя в эфире Да Ну а тебя поддерживают Даже когда ты в Америке Ты заметил да И не только она Бог дал несколько сестер Одну сестру я вообще не знаю И она мне за два месяца до этого Она говорит Бог положил мне на сердце за тебя молиться Я не знаю Знал что ты поедешь Она не знала ничего Что я поеду Что это самое Еще даже я не знал Что я поеду там не поеду Там такие моменты были Понимаешь И она молится Она вчера написала мне Говорит Слушай Бог ложит мне Взять за тебя пост На сегодняшний день Вот она сегодня постится Не зная что здесь происходит И это чудо Что у нас буквально Скажу по секрету Да За сутки чтобы получился эфир Это очень сложно Да Это еще одно чудо Да еще одно знамение То что я в нужное время И в нужном месте И Бог всегда Магина подтверждает Я так искренне радуюсь этому Как малое дитя Спасибо телеканалу импакт Слава Иисусу Христу За то что они чувствительны К Слову Божьему Да и к Духу Святому Юрий Михайловичу огромное спасибо Да спасибо Юрий Михайлович Я благословляю ваше служение Пусть оно распространяется И пусть больше вот этой божьей благодати Истинной божьей благодати Оно будет в вашем канале Распространяется не только на Соединенные Штаты Но и по всему миру Во имя Иисуса Христа Аминь принимаем Да Получается что ты ездишь С венгриционными служениями Участвуешь в церковных служениях Какое послание У нас время это вообще Да я понял Уже не успеваем Я уже понял да Какое послание Твой двадцать первый альбом приготовил Да вот это послание Такое сильное Знаете было оно До нового года Бог мне начал ночью давать песни То есть я начал слышать И вот эта песня Которую я буду сейчас петь Она называется Надеюсь на тебя И у меня альбом так называется Надеюсь на тебя Это двадцать первый да? Да да И Господь сказал Что будут еще сложнее времена А то что сейчас Везде причем это будет И всякая душа Которая возложит надежду И упование на Господа Она не только пройдет Это время И будет сохранена Но она еще принесет Много плода для Царства Божия Поэтому это послание Для церкви Современной церкви Иисуса Христа И это время жатвы То есть Бог сказал Молите Господина жатвы Чтобы выслал на небо Делателей своих Почему? Потому что при хорошей жизни Ну идут суды Божьи По всему лицу земли Да мы это видим реально да? О чем говорил Иисус? И вы знаете От хорошей жизни никто не каялся Согласись И когда приходит скорбь Это как раз время Чтобы церковь Возвысила свой голос И говорила Провозглашала Евангелие Чтобы люди спасались Чтобы люди приходили к Богу За это время Очень много душ спаслось За это время Потому что мы едем Мы это видим Служат беженцам И в России Возьми гитару пожалуйста Потому что я еще хочу Два псалма услышать от тебя Спасибо Да это время Когда действительно Церковь активизируется Они очень активны Особенно в Украине сейчас Да Надеюсь на тебя Да Вот это песня с этого альбома А я надеюсь на тебя Иисус моя скала Надеюсь на тебя А я надеюсь на тебя Иисус моя скала Надеюсь на тебя Тьма сгущается над миром Заполняя все эфиры Льется ложь в сердца людей Все сильнее и сильнее Говорят все кто что хочет И беду тебе пророчат Но словам людей не верь Слову Божьему поверь А я надеюсь на тебя Иисус моя скала Надеюсь на тебя А я надеюсь на тебя Иисус моя скала Надеюсь на тебя Я надеюсь на тебя Иисус моя скала Надеюсь на тебя Я надеюсь на тебя Я надеюсь на тебя Иисус моя скала Иисус моя скала Надеюсь на тебя Исполняется, смотрите, все, что говорил Спаситель В войны беды льется кровь, и во многих охладела любовь Наблюдай, что в сердце льется, и куда душа ведется Свою душу сохрани, Иисуса призови А я надеюсь на Тебя, Иисус моя скала Надеюсь на Тебя А я надеюсь на Тебя, Иисус моя скала Надеюсь на Тебя А я надеюсь на Тебя, Иисус моя скала Надеюсь на Тебя А я надеюсь на Тебя, Иисус моя скала Надеюсь на Тебя А я надеюсь на Тебя, Иисус моя скала Надеюсь на Тебя А я надеюсь на Тебя, Иисус моя скала А я надеюсь на Тебя, Иисус моя скала Надеюсь на Тебя Аминь Слава Господу Останься здесь, Вадим Останься здесь У нас есть буквально Одна минута Израиля Да, Израиль Это очень важно Эта песня была написана очень давно И вы знаете, это время, когда Когда эти проблемы происходят в Израиле Очень важно, чтобы церковь молилась за Израиль Потому что Бог сказал, будет, Иисус Христос сказал Будет одно стадо и один пастырь Это потенциальные наши братья и сестры Поэтому церковь молись за Израиль Иерусалим, Иерусалим Мира я Тебе желаю Иерусалим, Иерусалим, Иерусалим 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 Редактор субтитров А.Семкин